Победа Imperial над Liquid. Это были бразильцы хороши или настолько плохи Liquid со своими старыми игроками? — Кстати, думал об этом недалее, как полчаса назад, и ко мне пришло гениальное воспоминание. Фоллин же катал в команде Liquid, а Фоллин, чувак, ну, никто, я думаю, не будет спорить, что суперумный. Капитан на ВП, который вообще эту моду ввел, да, ну, не ввел, может, одним из первых был, первопроходцев. И я думаю, он с собой из команды Liquid унес очень много. Поэтому ему... Мы просто с тобой об этом вчера разговаривали. Где он был на шаг впереди, где он был на два шага впереди. Поэтому вот это корень победы, как мне кажется. — У нас карта DeVertiga с 33% винрейтом у Imperial за последние три месяца и двумя сыгранными официалками у Bad News Eagles. При этом одно они выиграли у команды ASG, а вторую проиграли коллективу Fuglory из Сербии. Делайте с этой информацией что хотите. У нас именно такая карта. Bad News Eagles играют в обороне. Imperial уже въезжают на сайт B. Это был активный фейк. Пятерка игроков Bad News Eagles находятся на... Они сейчас уверены, что бразильцы... Так, с первого же пистолетного раунда у нас суперприключение. FNX почему-то не ожидал девятку в таком быстром тайминге. И это стоило ему жизни. Но в целом то, что провернули сейчас Fallon и компания, достойно похвалы. Хотя в плане того, что они подставляются под юсвы под очень жесткую стрельбу, ничего поделать не получается. Винни также в спине, но скорее всего спину ожидать уже будут. Тут P250 от болт, но нужно иметь сразу. На него наскакивают, сбивают прицел. Бомба дефается, отчаянно пытается Винни положение спасти, но не получается этого сделать. На пустую B-базу зашли по факту Imperial. И все, что они получили, это установленную бомбу и один фраг. Ну вот тебе и FPL-стайл, да? Вот тебе и New Wave, Counter-Strike. Залихватский молодецкий. То есть отдали... Я не думаю, что это была ошибка. Я думаю, что это была целенаправленная придумка. Типа пойдут на... Будем рубиться 5-5. Пойдут на B, будем выбивать. 5-5. Не будем разделяться. То есть по факту они закончили вообще пистолетку 5-0, если бы там кто-то своего не пристрелил. Круто. Да, можно так сказать. Кстати... Да? Да? Не-не-не, говори. Открыты у нас ставки баллами канала на Bad News Igles где-то 2 миллиона и где-то 800 тысяч на команду Imperial. То есть FPL-леры здесь впереди. Ну, наверное, это можно понять. Это можно объяснить. Хотя тоже интересно. Они, по-твоему, такие уж фавориты. Я тоже задавал себе, Костя, этот вопрос. Я нашел только ответ в статистике, типа командной работы, где Bad News Igles практически по всем показателям находятся на предпоследнем месте. Хуже них в турнире только Renegades. То есть по игре 5-4, 4-5, трейды, мультикилы и так далее и тому подобное. Флэш-ассисты, АДР и все, что здесь есть, все у них на предпоследнем месте. Сколько? 16 команд, у них 15 место получается. То есть я только в этом вижу. Больше как бы для меня... Ну, то есть по сетке одинаково команды более-менее одного уровня у них были в соперниках вчера. Поэтому, не знаю. Ох, Михаил, ты себе столько вопросов задавал. Походу, не спал ночью, все думал. Нет, это все буквально за 15-20 минут до эфира. Ну, это хорошо, когда появляются какие-то мысли, есть на чем подумать. Пока у нас 4-4, очень неторопливый Imperial. Посмотрите на тайминг. 30 секунд до конца раунда, Imperial только выходит на RAM. Остается одна флэшка. Хуан Флатро пошел поджимать под рукав. И, скорее всего, под флэшку сейчас будет выпад. Чек. Здесь никого. Тут реакция от FNX. И большинство для себя Imperial получили. Но проблема-то в тайминге. И в том, что Риган все еще на позиции рукава. Перестреливают и его. Следующий этап это GXX, который не сумел уцепиться за этот килл. Въезжает Синери и предотвращает установку бомбы. Заложниками своего же тайминга стали Imperial. Это мы уже видели и вчера. Видим и сегодня. Не хватило прикрытия, не хватило тайминга по итогу. Сам по себе раунд-то неплохой. Надо отметить. И ребятам удалось быть даже в большинстве, да, по-моему, когда бомбу устанавливалось. 3 в 2 была ситуация. Но прикрытия не было. А значит, не будет и раунда. Ну, то есть, такой момент. Просто когда у тебя остается красный таймер, у тебя нет шанса на то, что твоего бомбера убьют, кто-то подберет бомбу и перепоставит ее, да. То есть ты должен действовать при этом безошибочно. Я с тобой, Костя, абсолютно согласен, что, ну, я не знаю, тут операция живой щит должна была быть с двух, с трех сторон. Он все перекрывать должны были бомберу и засейвить его. И только тогда этот раунд бы работал. А в целом, ну, как бы, кроме этого момента все было неплохо. И Империал в таком временном промежутке готов работать. Это они вчера показали. У нас раунд под номером три. Активная аркадка. Уже Хуан Флатро чувствует в себе силы за спиной своих тиммейтов. Плюс параллельный пуш. И с базой Б все хорошо. Ну, и тут просто вжимают команду. Империал в собственную респу. Удалось нафармить серу. Только однажды. И на этом, как бы, и все. Больше плюс, чем минус, скажем так, для команды B&E. Этот раунд, то есть, и время не потянули, и уверенность дополнительно в себе получили. И всего 600 долларов дали сопернику. И одна смерть у себя. Империал выбирали между Дастом и Вертиго напоследок. Сами они избавились от Эншента и Миража. Что интересно, Bad News Eagles, конечно, в минус отправили оверпасс, Нюк и Инферно. Ну, и такой вот выбор Вертиго. Сложно сказать. 33% винрейта. То есть, выборка маленькая. Карта нынче не самая популярная. Наверное, даже Эншент играют почаще, чем Вертиго. Такое ощущение. Может быть, не на этом турнире. Но, например, на РМРах происходило такое постоянно. Действительно, Эншенты были впереди по отыгрышам. Да, кстати, я тебе тоже вопрос хотел задать по поводу, о чем мы Эншент это не видим. Первый день без Эншентов кость прошел. Вроде популярная карта была. Ну, возможно, связано это с тем, что здесь... Ну, все-таки Челленджер стадия. И не у всех команд такого уровня Эншент в пуле есть. То есть, далеко не у всех команд. Здесь, в принципе, карта из шести состоит. И это тоже надо понимать. Скорее всего, в бестуф 3. Вот дальше у нас будет 2, будет 3. Я знаешь, как для себя подумал. Типа, вот я тебе вчера эту мысль говорил, что на Челленджер стадию, ну, достаточно трех крепких карт. И, ну, не все команды решили, видимо, в этот пул из трех своих сильных что-то, да, подготавливая, да, к этой стадии, чтобы прям супер мощные были, включать Эншент. Ну, раскладывая так по пикабанам, что действительно у многих команд это пермабан. Если ты его включаешь в свой сильный пул, получаешь его сразу пермабаном, то есть у тебя из двух твоих подготовленных трех карт сильных остается, допустим, там, Инферно и Мираж, да. Поэтому, как бы, более такие классические карты выбирали. Но Авертига просто уже давно на сцене. Как бы он заигран у большинства команд в пуле. То есть, ну, я не знаю, какая выборка, может, есть какая-то статистика. То есть, из, там, топ-30 команд, допустим, у скольки из 30 команд Вертига в пермабане. Ну, у Нави, да, там еще парочки. Я когда-то такую стату поднимал. Ну, буквально это процентов, я думаю, ну, 20. Ну, наверное, да, по ощущениям. Еще вернемся к этому вопросу, потому что пока оружейный раунд. И, как мы видим, начинается все со стартового фрага от GXX. Причем, игрок просто пошел в соло. Сделал фраг на центре, пошел, поджал, как бы, убежал обратно. Здесь Хуан Флаттера простили. Его начали простреливать на уголке рампы. Здесь неправильно делает голод. Стрелка от GXX. Очень уверенный. И он уже остается на 9 хп. Синопси пошел на поиски Болтса. А Болтс, правда, успел пройти под левый край стены. И, возможно, в пике получит даже преимущество. Синопси отходит. Болтс проверил центр. Никого вроде не заметил. Но тут разошлись с миром. Рампа пока под контролем Фера. Выбивание уже вряд ли здесь будет от Bad News Eagles. Скорее. Скорее игра на зап. Где-нибудь Дриган встанет. Здесь под One Way. Спачок. И просто попытается принять выходящих игроков Imperial. Ну, не горят желанием пока что. Подготавливают оставшиеся гранаты. Хотя тут не так много. Но есть молик на руках. Отрезать игрока по 90. Контур флешка. Выпад. Особо не помогла эта флешка. Болтс среагировал. Нормально забирает Риджина. Ну и вот опять. 20 с небольшим секунд. Продвижение. Тормозится. Выпады по одному проблем. Больше, чем плюсов АВП. АВП не пошло. А ВП было на прикрытии. Это FNX. У него совсем мало было здоровья. Поэтому лезть под шальные пули он не захотел. А теперь оказывается в ситуации окружения. Ну, это без особых шансов на хотя бы даже сейв для себя. В концовке этого раунда. И ребята из BNE берут еще один раунд. Ну, пока странновато. Странновато играют бразильцы. Так медленно. Может быть, в некоторых раундах нетипично для Vertigo. Потому что здесь, да, можно разыгрывать поздние тайминги. Но если ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. А здесь. А начинали изначально бразильцы в меньшинстве. Выходили на сайт под размены. А размены для тебя будут видусовые всегда. Потому что ты же в минусы заходишь. Соответственно, не получается империала копаться на точке. Даже просто с установкой бомбы возникают трудности. И это тоже ставит в неприятную колею ребят из Imperial. А Bad News Eagle все больше уверенности набирает. Это же Best of One. В какой-то момент можно оглянуться и увидеть 0-10. И понять, что, скорее всего, камбэк ты уже не дашь. Это тоже проблема. Ну, понятно, что бразильцы такими категориями мыслить не будут. Лишь все-таки... Столько камбэков давали в своей жизни. Но от этого не легче. Так, ну какая-то тусовочка на рукаве. В стабильный плюс размениваются, трейдятся Bad News Eagles. Синопси этой перестрелки не нуждал. Он просто увидел, что его фокусом два игрока. Просто спрыгнул с пятерки. И начинают играть. Начинают играть на дальних подступах. Вот, например, две хаешки под Фоллона. Вот у Ригана. Прекрасная позиция. Прекрасный угол. Он крутится туда-сюда. Он чувствует в себе силы. Чувствует уверенность. Confidence. 6-0. И вот тактическая пауза от Imperial. Возможно... Ну, пока... Я не знаю. Самый базовый уровень игры на Vertigo — это выход рампа. И вот то, что, ну, допустим, я вижу, у них неработоспособная игра с звеньями. То есть, ну, вот ты отметил хороший трейд от Орлов, да, а Imperial-то ответить нечем. У них перестрелки однобокие. То есть, один чувак выходит, погибает. Видно, что дает информацию. То есть, время 3-4 секунды. После этого следующий чувак стреляется по этой информации. Нет такого, что вышли вместе или... Ну, короче, твой парень за спиной моментально и без слов понимает, что нужно сделать. Вы как-то коммуницируете на подсознательном уровне. Я не знаю, как это объяснить. Но вот нет этого базового выхода, когда разобраны на рампе занимания. Ну, то есть, что нужно сделать? Занимание, рукава, дойти до цемента, одного там снайпера туда довести, да, отбить. Накидать смоки, накидать молики, поставить бомбу. Ну, и все, и даже там большинство вглубь плантами проходить. Тут как-то с этим пока проблемки. То есть, видно, что какая-то разобранность есть. Но вот именно опыта вместе отточенного пока не очень видно. Плюс еще не дается сделать антрефраги. То есть, делали бы они какие-то активные антрефраги. Выбегали бы как-то B&E здесь резаться, да, и погибали бы. Были бы там империал 5-4, 5-3, я думаю, было бы полегче. Но не дают себя в обиду. Горлы стоят жестко втроем. Даже до рукава, обратите внимание, никто не доходит. Вот здесь неплохо. Тельба не подвела Винни. Молодой. Показал как надо, как Фурия играла Вертига. А Фурия Вертига играла очень круто. Местами, местами круто. Иногда не получалось, но, да, были у них просветы в этом плане. И вот в то мгновение, когда B&E с Иглс решили играть все-таки реально далеко. На запуск, без контроля ближних позиций. Империал удалось найти для себя. Плюс, выскакивает Синери. Здрасте, я Синери. Вы узнали меня? Узнали, говорят, империал. Просто раздербанили на коннекторе без поддержки. Опять же, тиммейта все это происходило. GXX. Не, ну. Ждали, ждали. Сразу, как только накинул смок на молик, все все поняли. И даже вот этот хитрый мув выхода шифтом при смене эмки. То есть, и цок падающего авика все услышали и поняли, что это будет. Ну, прикольно. Тут да. Но тут, опять же, немножечко видоизмененное. То есть, не получили для себя изначально энтрифраги защита, да. И сыграли, как ты отметил глубоко, действительно, на запуск. А этого только и нужно было. Империал до этого как раз проблемы возникали, когда есть кто-то на кране. Когда контрфлешка, моменталка, и кто-то выпадает. Сейчас таких проблем не было. Поэтому впервые получилось. И вот сразу же меняют свою стратегию. Ребята из BNE попадают под жесткий молик у нас. GXX решает не стреляться. Потому что он был перед смоком, а его тиммейт за смоком. Он бы ему ничем не помог. Безвозвратный фраг никому не нужен. Поэтому ушел. Но возможности для оформления фрага у него все-таки были. Надо отметить деньги последние. И вот тот рубеж, где Империал могут еще вернуться по счету. Как-то его даже сравнять. Учитывая неудачный старт для Bad News Иглс именно в этом раунде. Пошли Империал наконец на выбивание группы. По-моему, кроме пистолетного раунда сюда сподвижек не было. Наконец-то мы видим эту панораму. Будут проверять на прочность Синери и Ригана как раз. Это швейцарский регионер в команде из Косово. Резкая раскидка. Реально резкая. То есть 53 секунды нетипичными таймингами для себя работают бразильцы. Пока что удается сыграть подразмен. И очень интересно мутится GXX со своим Айвиком. Фраг ему, скорее всего, будет обеспечен. Очень четкая наводка. Здесь же с параллельной стороны поджимает Риган, да? Да, хотел обратить внимание на Синопси, который шел в спину. Но я так понимаю, что его услуги здесь вообще уже не понадобятся. Остается игрок тоже замыкающий. Это был Винни Смеда. Звено, выходившее с лестниц, не устояло. Как бы очень прикольной концовки у нас не получилось. Потому что был бы игрок, замыкающий Смеда у атаки. И был бы игрок, замыкающий через рампу сзади атаки в спину. Это Синопси как раз таки. Но банальный выход мне удался. Раскидались неплохо. Но вот постреляться толком не удалось. То есть раунд взяли, раунд отдали, империал. Но зато попробовали на прочность базу Б. Как она вообще? Получается, даже на нескольких уровнях этот раунд был неудачным. И в сайте их приняли. И в спину уже довольно быстро поджимал игрок Bad News Eagles. Ну что дальше? Ага. Не получилось под А, под Б, ну надо через центр массово попробовать. В принципе, логика в этом есть. Конечно, флешку будет накидывать Fallen. Свои фирменные флешки. Ну и двух тиммейтов будет выпускать. Что у нас на центре? На центре Риган играет со своего респа. Здесь же Авик. Авик принимает. И в рядок Риган стелит двоих. Вот так просто и непринужденно. А в плюс для себя выходят игроки Bad News Eagles. Причем успевает Риган перестроиться и на помощь своему тиммейту в Б. А тут Хуан Флаттера принимает Fallen на центре. Он же флешки все это время набрасывал. Короче, постный, очень постный вертига от Imperial пока. Конечно, есть вероятность, что они приспособятся. И что Терр сейчас вытащит какой-то клач, хотя... Или есть надежда на защиту, что в ней получше. Как-то так. Пока да. Пока мне больше говорит растерянность, что идем рампы, идем бэ, идем мид. В каждом следующем раунде новая тактика о том, что они сами не понимают, что они могут, что они не могут. То есть опытным путем они проверили, что... Ну, рампу несколькими методами. Быстро, супер медленно, средним таймингом. С одной волной, с двумя волнами раскидки. Попробовали, ничего из этого не вышло. Один только раунд, да, когда Imperial сами глубоко стали. Imperial сразу же перестроились, но... Точнее, Bad News Eagle сразу же перестроились в защиту. Стали играть вот так вот, активнее. Ну, а нужна ли была эта активность против пистолетов? Тоже вопрос. Против пистолетов согласен. Тоже вопрос GXX. На сэндбоксе. На цементе. Стреляет не сразу. Выждал идеальный момент. Сделал минус два. Подобрал калаш. Наш третий GXX. Где четвертый? Нужен хайлайт. Который, конечно, никуда залить не будет. Это же хайлайт против пистолетов. Да и Синов все тут пришел. Помог. Ну, вы посмотрите на GXX. Квадрокилл против дважды чемпионов мейджора. Да-да-я, говорит GXX. 9-1. И не то, чтобы все идет ко счету 10-0, но 9-1 недалеко от него ушел, если подумать. Нет, просто нет карты вертига или атаки, как минимум, на этой карте империал. Причем, в контраст этому, действия Bad News Eagles просто пестрят разнообразие. Очень глубоко они могут отыгрывать. Они могут контрпушить. Они могут поджимать тылы. А если выход в одном направлении, то игрок со второго дергается очень быстро. Сейчас подсадка. Подсадку контролит. Куан Флатро видит. Фера забирает его. И теперь нужно спокойно отойти. Он еще и вносит урон через смоки. GXX, Брейдлини. Даже не вышли империал на рампу. Они тусовали со своей стороны. И их разорвали уже сейчас на тайминге минуты 23. А это дефолт сыграли всего лишь Касовары. Все, банальный дефолт. То есть смок закинули, флешку в смок. Один с рукава, один с рампы. То есть так тир-один команды играют. То есть о чем говорить? У империал базовый уровень атаки на рампы не проработан. А если и... Ну то есть они не понимают, что с этим делать. Они это воспринимают как сверх агрессию против себя. Начинают запираться. Хотя в принципе у нормальных команд все разобран. Обратная флешка через смок сразу же летит. Свой смок дальше стелется. Рукав молик залетает. И все, эти два парня перестают быть полезными своей команде, своей защите. Посмотрим, посмотрим. Может быть сейчас придет какое-то понимание к империалу. Ближе к концовке этой первой половины. И они все-таки покажут нам хотя бы один классный раунд. Ты представь, какое сейчас счастье и радость у косоваров. Они поняли, что у империал просто постный вертига. А у Bad New Cycles он реально разобран. Но сейчас главное, чтобы этого дабл кила не было от болца. То есть такая ситуация. Подразмен все полностью устраивает. Фолл 1 в 3. Теперь уже 1 в 2. Но его спокойно стелит триггер. Что там ты вчера говорил из СНГ игроков? Говорил, типа будем этих пенсионеров там или как стариков рвать. Да, так и здесь сейчас поняли B&E, что сейчас это мажорное мясо. Победители мажора этих уже престарелых будем просто рвать. Ну ни о чем у них вертига. Не знаю, почему тогда вертига они даст. Выбирали они. Ну получается так, что узость пула. Я здесь успел одним глазком посмотреть интервью Фоллана. И там он сказал, что не так много времени у них было, чтобы прям собраться командой. Где-то под Рейницей у них есть дом в Северной Америке, во Флориде. И они за три месяца там ни разу вообще не были. Потому что постоянно то РМР, приходится играть в Бразилии. Потом он перелет в Польшу. И Фоллан сам говорит, что, мол, очень устал. Перед мажором, прикинь, очень устал. Ну, говорит, не время, не время. А, значит, жаловаться и так далее. Потому что мажор важный турнир. Но такая вот ситуация. Фоллан устал. 10-1. Может быть, а я к чему все это говорю? Может быть, узость пула как раз с этим связана. Опять же, наверное, в текущем ростере... Здесь мы видим очередной разнос на Рампе. То есть абсолютно стандартный агрессивный мув от Синапси. Биг со стороны крана и эндрифраг на Рампе. Все. Империал просто посыпались. Просто сложно представить, что сейчас Империал, там, знаешь, там по две-по три недели безвылазно сидят на буткемпе, что и ФНХ забил, значит, на свой онлеванцы. Просто сидит и тренируется днями-ночами. Может быть, у них как раз с этим связано, что не было достаточно времени. Империал решили, что их дефолтов хватит. Не знаю, что у них не хватило времени. Он Спинкс и Зен сказал, они сразу после РМРа ушли на четырехдневный буткемп двенадцатичасовой в день. И у них было перед мажором только два дня отдыха. И то один день отдыха они были в перелете, грубо говоря. То есть, ну, там Бласт у них еще в промежутке был. Типа, не знаю, не знаю, как можно было их приготовить, но такое. А еще одно. Я тоже хотел бы жить как в поле, чтобы у меня был дом где-то в Америке. И я бы в нем не бывал, потому что... А зачем? Это же гейминг-хаос. Да, да, да. Не, ну, прикинь, у тебя стоит дом, там, то есть, живет там сторож, там, я не знаю. Этого сторожа должна кормить какой-то повар. То есть, какие-то люди там, работники, да, должны жить. То есть, не может дом стоять, он обвешает и упадет, там, кто-то садовник должен быть. И то есть, за это платятся, там, деньги кем-то, там, Фоллину. И ты просто, там, сколько там он не был в нем? Три года? Три месяца. Не, ну как, это игровой дом, который, наверное... Ну, я понимаю, ну, его что же нужно отслуживать? Это, грубо говоря, предприятие, которое... Это большие деньги, друзья, и вам их тратить не нужно. А лучше вы возьмите немного денег и потратьте их на премку, на Сайбершоке, где вы получите 22-процентную скидку. Я уверен, что игроки Bad News Eagles перед своими FPL-ами, перед своими официалками тренируются именно там. Баннер под плеером, трансляции в описании. 22-процентная скидка ожидает вас на Сайбершоке. На премьер-покаунт, который даст много преимуществ. Самое главное из них, это, конечно, способность стрелять в голову. Помимо всего прочего. Выход B. Выход B, выход резкий. Здесь уже и гранатами не отзонились, и теки работают как-то постно. Для Ригана это словно семечки. Все. Империал нет. Империя пала. Империя разрушена. Потому что за счет 1-12 с таким вертигом. Увы, не комбэчатся. Я не думаю, что даже у самих игроков бразильской команды есть сейчас какой-то настрой. Я просто смотрю сейчас на таймер. Не на таймер, на время. 12-24. А тут уже ГГ. Да, и не знаю, я многие годы до этого был человеком, который... Вот, сейчас они там в защите соберутся. Но я где-то раунда 4 уже назад потерял интерес к атаке Империал абсолютно. Ну, то есть, мы часто видим такие игры, когда 12-11. Но за команду, которая проигрывает... 12-1, прошу прощения. Которая проигрывает 1-12, хочется переживать. У них где-то чуточку не получается. Видно, что был проделан гигантский пласт работы. Но тупо их соперники еще лучше. Они плюс к тому, что подготовились, так еще и прутся сегодня. В Империал всего этого не видно. И ФНХ вообще такой, типа, а что это за карта? Зачем мне АВП в атаке даете иногда? Ну, то есть, не видно огня в глазах. Где-то они подготовили на бумаге. Но, опять же, вот у них нет тренера, да, пейсмейкера. То есть, он, возможно, подсказал бы со стороны, что идет не так. Потому что со стороны как раз таки видно. Может быть, сами игроки сейчас и до конца не понимают. Но сейчас ФНХ сделал фраг. Он все-таки поймал поджим со стороны РамПБ. Бэтни Сиглс решили, что 12-12 это уже, в принципе, окей. И можно пойти и сагрессивничать. Хотя, наверное, единственное, что против Империал работает плохо, это пуши. Ну, таких средних таймингов. Потому что что делают Империал? Они стоят и контролят карту. Да. По факту. Так что это, возможно, было немного лишним. Ну и что же сделают бразильцы? Конечно, они пойдут в точку оформления первого в килла. Здесь GXX. У него единственный навик в команде. Его сейчас будет закидывать гранатами. Как, в общем-то, всегда на халпу несутся тиммейты. Все, что нужно, это фраг. Немного пожить. Дальше не удалось ему фрикануть. Но, в принципе, фраг это окей. Нужна иметь. Ой, ФНХ заимил хорошо. Дальше хаешка на красного Хуан Флаттера. И неужели это раунд? Нет. Хуан Флаттер по-прежнему живет. Вывание 2 в 2. У Синопси тоже 65 хп. Что не слишком хорошо. На господствующей высоте Хуан Флаттера. Контроль. Один в один. Но фр такое не отдаст. Так, и что у игрока защиты ни одной гранаты нет. Разводит на дефутс. Очень аккуратно будет фер, дергит. Да, ну и там состояние здоровья было таково, что, конечно, игроку BNE было не сдобровать. Ну, взяли второй раунд. Теперь, получается, у них в заслугах есть один взятый на А и один взятый на Б. Ну, этот более боевым выглядел на самом-то деле. То есть, получается, они же из меньшинства его выиграли. То есть, 3 в 4, по-моему, в момент захода. Ну, как, изначально-то они в большинстве были на момент захода, да. Но здесь одного снайпера удалось пройти. Не успел ему как-то холпануть Риган. Потому что ему приходилось дергаться с меда. И очень, очень агрессивные маневры сейчас на рампе. Снова-таки это работает великолепно. Давление, уголок, ферм проверяет позицию. Слишком поздно он понял, что кто-то в этом уголке может сидеть. А вот и тринадцатый для боевых игроков. Скорее всего. Что можно сказать? Раунд пода, раунд пода взяли, да? Молодцы, Империал. Разнообразие так и свиньи. Слушай, а получается, что у Империал и у этих команд, которые сейчас у нас играют, одно бы один в день сегодня, да? То есть, ну, не будет же больше. Ну, расписание на весь день составлено. А это значит, что... Получается, что так. Просто я к тому, что косовары прям рвутся в бой. Я не знаю, какие у них дела еще сегодня. Ну, то есть, я понимаю, когда они бы осознавали, что соперник мертвый, да? И побыстрее закончить, там, не знаю, сыграть еще пару праков, успеть пообедать. Там, полчасовой сон перед вечерним, да? Допустим, было три. Но сегодня не такой день. То есть, они по факту сейчас играют 35 минут, и у них будет полноценный, допустим, тренировочный день перед завтрашним днем. Они могут смотреть игры, они могут готовиться к завтрашнему сопернику, если примерно понимают, с кем они будут играть. Как-то так, наверное. Это прикольно. Это прикольно, и в том плане, я всегда уважаю команды, которые не дают себе слабины, в плане, ну, знаешь, как-то не издеваются над мертвым телом. То есть, не фанятся, там, что-то не прикалываются, какую-то дичь не творят, а просто дисциплинированно тренируют себе. Дают, бери, да? Потому что дальше по турниру будут команды, которые местами не будут так давать. И даже 13-2, выигранные на вертига в атаке, не будут показателем тебе победы на этой карте. А такие команды на этом турнире есть, даже уже в челленджер-стадии. Возможно, они еще встретятся в B&E. Поэтому в этом плане просто респект и уважуха на дисциплине. Вот сейчас бы пистолетку выиграть, то есть, и все. И забить гость в крышку гроба. Ну, пока пистолетка второй половины и поджим от бразильцев со стороны спины. Здесь, что делают Бэтни Сыглс, они въезжают на А резким таймингом, но они в меньшинстве пока что у Анфлаттера. На рукаве увидели его, а здесь разворот через рез. Ну, уход на B. Не знаю, здесь Вилли нужно будет проходить. Что у него с Аимом? Все в порядке. Повесил хорошо. Синери один против четырех. Он поставит бомбу, уже можно будет, наверное, закупаться. Почему бы и нет? Он понимает, что никто из Империал предотвратить это не сумеет. Он не вастракивает Юспы. Болтс получает плюс в статистику. Намного ли ему от этого легче? Да, даже не знаю. Наверное, эта бомба тоже по Империалу. Не то, что больно ударил, он просто неприятно. Ты так 2.13 летишь, взял пистолетку, сгорим пополам, надо еще и бомбой. Ну да, ну да. Все может закончиться быстрее. Так бы приятная история из двух подряд взятых раундов, как минимум. Сейчас еще 50-50 возьмут или нет. Ну, вопрос, будут ли закупаться, опять же. Какой план экономический в голове имеют орлы косоварские? Нужно ли им это? То есть, в принципе, они могут сейчас оставить деньги, сыграть легкие пистолеты. Да, так и есть. Мы оставили себе деньги под бай уже на следующий раунд. То есть, так они раскладывают. Ну, удалось закупить арморы. Это тоже неплохо. Пойду через центр карты, играю здесь Fallen. И сейчас будет серьезная дискотека для деда. Справится он или нет, потому что... Потому что позиция у него явно не самая лучшая здесь. Ну, благодаря халкеболтсу удается хотя бы 3 в 1 разыграть. Тут уже позиция. Сколько она раз занималась за все время, что ты комментировал в Вертиге? 2, 3? Знаешь, против пистолетов еще. Сидишь по среде центр. Это же классическая история. Это второй раунд. А один из самых популярных вторых раундов у атаки на Вертига, ну, из того, что я помню, да, тир-1 сцены, это мид-бэ пуш. Один идет под стерз на бэ, четверо бегут через мидл, заскакивают на девятку, пушат, типа, самый короткий путь до бомбы. Как ковры и мираж играть на... Ну, или типа раж-бэ. Так что тут Fallen, который поиграл, да, с Liquid, ну, где Liquid были партнерами, партнерской командой на турнирах, с тир-1 командами, он этот раунд прекрасно знает. Поэтому именно, наверное, с этим связана такая позиция была, и болтсамов поддержку на девятке. То есть, контракт. Справедливо. Новый раунд, при счете 4-13, теряют Бэдни Сиглс игрока, Фон Флаттера падает при битве за рампу. Ну, и вот сразу видна разница, здесь от Бэдни Сиглс в ответ залетают определенные гранаты, определенные смачки. Фер вместе с... Костер, глубокий смок на рампе от атаки. Вот он лежит. Да, под него не пошли, но он есть. У Империал его ни разу не было. Ну, Петрик бы сейчас, наверное, если вот он смотрел за эту игру, он бы плакал. Еще один дым. Каф. Ну, дело в том, что смок-то не помог Бэдни Сиглс. Так они на этой рампе не окопались, ну, точнее, как зашли сюда, но это уже неприятный для них момент. Синери 34, хп 2 в 4. Я к тому, что это база. Это типа как на нюке, стенка смоков. Ты можешь пойти через нее в Сикрет, можешь не пойти, но типа она быть должна, да, при проходе. Ну, за редким исключением, когда ты там выводишь снайпера, как-то там стреляться. Ну, еще не все, кстати, потеряно. Может быть, что-то из этого и вырастет. Дом смоком закрыли, там дамаженный, в руме, хелп руме тоже дамаженный. Один в углу за красным его сейчас слышат. Вот эта перестрелка была очень важная. Ну, потому как была уже проиграна первая против одного, четвером поняли, что нужно добивать. И добили. Империал берут пятый раунд. Но лаживается ситуация в защите. Ну, опять же, Империал, ну, слишком они много проиграли. Вот у них две ошибки, получается, они могут сделать. Одну до чистой победы, и две до того, чтобы тащить для допов. Третья ошибка фатальна. Смогут ли они показать настолько идеальную игру? Сейчас и увидим. Пока пистолеты очередные у Bad News Eagles. Быстрая рампа с теками, я так понимаю. Там у кого-то первая респа под рукав была, и как раз-таки под флешки попытается зайти. Да, флешки были, но, походу, Риджин и сам ее съел, поэтому не смог ничего сделать. Винни, один из... Ну, корифеев игры на рукаве, тогда еще в Фурии. Мне очень нравились их комбинации. Точно знает, как противодействовать такому рашу, поэтому для него труда не составило. Остался последний Риджин, и он не стал здесь угрозой. 13-6. Все еще по-разному можно интерпретировать результат первой половины. 2-13 со стороны Империал, но комбэк пока верится с трудом. Хотя Касоваров на первую паузу все же спровоцировали. И это тоже своего рода показатель. Не стесняются. Нет такого, что ты на принципе прешь дальше, играешь раунд за раундом. Тебе нужно замедлиться и призадуматься, все ли хорошо в твоем Касовском королевстве. Винни угроза, как по мне. Он умеет здесь, любит играть. Ну, сложно будет его проходить. То есть, да, он, возможно, не идеально сыграет, но, может быть, побольше надо сейчас вклинивать раундов под базу B, если я там ничего не путаю. По-моему, болт стоит и практически всегда в соло. Если такие раунды у Bad News Eagles есть, то ну, их должно стать больше сейчас. Ну, сейчас и увидим. GXX 28-10. Статистика, нате, 18-10 тригон. А большего и не нужно. Понятно, при таком счете в минус Imperial играют все. Синапси напрягает рампуап, при этом основной костяк и пути поэтам находится по другой плоскости карты. И, по-моему, Imperial уже этот момент как-то даже прочли. Два опорника непосредственно в точке. Третий опороняющий находится неподалеку от девятки, контролируя центр. Так что пока дорога на B выглядит довольно серьезным препятствием. Хотя, вот, интересную раскидку. 5 за 5 у Рига принимает пространство здесь. За B1, правда, никто не чекает. И это просто фарм. Легчайший фарм. Два фрага от FNX. Не знаю даже. Возможно, Bad News Eagles рассчитывали, что их фейк на рампе будет более правдоподобен. Но мы по расстановке... Фейком это назвать сложно было. типа, вражеский молик, чувак из атаки простреливает, пальнулся против Винни на рукаве, и Винни увидел, точно увидел только одного человека. То есть ему этот смог, его команда был вообще не помеха. Он в районе лампы увидел игрока атаки и сказал, там один. И сразу после этого третьим пошел чувак на B. FNX уже изначально и так стоял, болт стоял. при заходе орлы даже молик за B1 не кинули, то есть кто там, я не помню, кого подсаживали на деревях, куда горел молик по 90 на деревяхе, и чувак, вот он лежит, этот труп, он заходя смотрел направо, то есть про B1 они даже забыли. Возможно, он подумал, что туда кто-то молик закинул или что-то подобное, или кто-то будет фокусить, но FNX стал просто загвоздкой. Оказывается, что, ну вот, по мысли они подумали так же, как и я, или я подумал так же, как и они, как все, короче, подумали, что надо играть B, но B не смотрелось идеальным. Да, вообще не смотрелось, и раскидки какой-то плотной не было, и Imperial направление атаки прочли, и это уже 13-7, но сохраняется Калаш и АВИК, другое дело, другое дело, что пока точек касания найти не получается. А Imperial с другой стороны, это ведь тоже те еще ветераны, сразу в памяти MLG Коламбус, 2016 год, полуфинал против Liquid, 9-15 бразильцы летят, выигрывают первую карту против Simple, 6-15 летят на второй карте, выигрывают, 2-0 проход в гранд-финал, там по NAVY они просто катком прошлись, особенно на второй. В общем, самоуверенность и упертость этим ребятам не занимать. Понятно, что те времена далеко позади, но люди-то остались те же, если подумать в психологическом плане. Потому что люди, наверное, ну, если и меняются, меняются далеко не всегда. Что? Минута 20, до конца у нас стак на рампе, вот Imperial, там 3 игрока, и неужели Боднес Иглс пойдут ее выбивать, первым выпускают снайпера, набрасываются гранатки, глубокий довольно смоук, на мост, что ли? А что ты с ним делать? Понятно. Обзорный снайпер особенно не собрешь. Было и было. Он промокнулся. Будем, да, будем думать, что это помарка. Небольшая, вот он, глубокий смок, выкатывает атака, под это снайпер работает на угол под кран, подкрадывается фер под цемент, древняя щелочка, флешка под нее будет чекать. Ну, пока же тут активных действий под этот смок орлы от своих соперников. Супер активными они не выглядели от защиты. Кстати, кто-то оттягивается, кто-то как винни остается на рукаве, но, походу, они заранее договорились, что парни, я умею, как бы не бойтесь, рукав не пройдет. Что по отдаче это сайта? Рампа прошла, да. Ну, это большая вообще проблема сейчас для империал, они почему-то решили, что это фейк, может быть, потому, что недостаточно много инфы собрал ферн. Ну, свой раунд на ровном месте империал отдают сейчас по факту, потому, что у них все было на руках для того, чтобы принять этот заход на и времени было не так-то много, и позиции были близкие, но вдруг внезапно империал решили вообще отдать планта. И Bad News Eagles словно по учебнику влились в этот тайминг, и так, первое право на ошибку использовано. Вот, видишь, негодует Винни, он сейчас, скорее всего, ну, понимает, что это его проблем, потому, что он стоял не на проход на пикселе, он стоял себе на заход, а Орлы прошли шифтом просто по рампе, он говорит, у меня никого, у меня ничего не происходит, у меня никого, чуваки остягиваются са, просто шифтом проходят Орлы по рампе, Винни по-прежнему стоит в рукаве, вся защита ушла, и сейчас вот Винни нам показали правильно. Он такой, парни, сори, я не чекну. Досадная оплошность, деваться некуда, надо камбэчить дальше, стартовый фраг от Фера, здесь намного динамичнее, решили раунд разыграть Bad News Eagles, снова оказывая давление на А и параллельно выходя на Б, основным своим звеном, и пока что работает это не слишком хорошо, сложно для GSX и такой попасть, хотя он, может быть, расстрелил Фера, но это не важно, 14-8, все, раунд не сработал. Вечер перестает быть томным, пока одну ошибку допустили Империал, Винни негодовал, но в целом, как бы, да, камбэк продолжается, еще, конечно, дистанции 6 раундов для того, чтобы догнать, нагнать соперника, и при этом нельзя ни одной допускать, но, ну, не сказала бы, что игра, она смотрится чуть более техничной, чуть более подготовленной в атаке у Bad News Eagles, но все равно, как бы, результат пока тот же самый, разбивается о защиту своих оппонентов. 9-6, параллельно идущем матче Spirit против Eternal Fire. Что интересно, Spirit получили уже третий даст 2 для себя в третьем после флан. И я думаю, их это полностью устраивает, но даст, они ощущают себя хорошо. Но тоже интересно. Я думал, что после вчерашнего дня с ними сегодня уже даст играть не будет, но турки решили. Пойти на принцип это тоже признак своего рода. фланфлатра отыгрывает на цементе против позиции Хану. Здесь Фера закидали гренами, никакой халпы вообще у Фера нет. Пришел. Тиммейт под размен. Размен дать не удалось. Фоллан не ловит центр карты, тут же убегает. Нужно как-то помогать своим тиммейтам на сайт, потому что выход уже по факту начинается. Зонят пятерку, отгренивают ее. Очень-очень плотный раскид. Заходить будут по факту на одного Винни. Он сейчас со стороны рукава. И, конечно, эта позиция должна быть проверена. Килл раз, тем не менее. Килл два. Молик до него не догорает. И Винни со своей частью задачи плюс-минус справляется. Также благодаря контргранатам от Империал не удается поставить пакет сразу. И все три игрока бразильской команды здесь. Будет ли прикрытие? Прикрытие есть от синапси. Пошел болт сам. Оу! Вот это найс флик. Вот это в стиле старого доброго Габриэля. А дальше накидывается смачок и игра по ситуации. ФНХ уже в рукаве. По-моему, сейчас он приговорит GXX. Причем стрейф сделал сразу. Да! Еще один флик. 14-9. И как же, черт возьми, будет досадно, если не хватит того самого раунда, который Винни отдал. Ты его так пиарил на рукаве. Тут вроде все так вкатывается. Он в минус 2 сделал. Ну, типа, как бы, нельзя же играть. Я же говорил, что нельзя играть идеально. Он обычно-то в фурии играл с помощью. У них там разные комбины были. А здесь он в соло по 2 минуса дает. Ну да, тот раунд был непрятный. Кость, а можешь прокрутить на Х2? А то у меня вперед пошло. Прокрутить на Х2? Ну, для обновить. А, ну давай сейчас по таймеру сделаем. Сколько говорил? 49, 8, 47, все. Супер. 43! Минута 42, 41, в общем, что-то меня этот таймер заставил. Себя влюбит. Новый раунд. И опять рампа, на которую Bad News Eagle сразу не выходят. Вместо этого они стоят возле старого погрузчика. Сейчас выигрывают очень быстрый подсадкой на центр карты полц. Просто в шоке, что сейчас произошло. Такого, пожалуй, бразилец еще не видел. Прикольно. задумка. Ну, это, по крайней мере, видишь, одного с B оттягивает. До этого не получалось заходить в двоих плюс одного, а сейчас чистый плент получается по факту. на миду минус, чувак с B оттягивается на мидл, B чисто. Вот это круто. Это круто. Приближает к победе BN и не знаю, стоило ли здесь вообще лезть в феру. Ну, авик Fallen точно уже будет сейвить, хотя за ним объявлена охота. Видимо, большой приз. Как бы ни нож, как бы ни нож. Неужели батю Fallen сейчас порежут? Ну, по факту виноват сам. Конечно, такая позиция для сейва, когда ты просто спиной открыл корпе. Извините меня. Это было очень самонадеяно. А вот и пятнадцатый. Очень долго это чуть-то не продлилось. Риган не аплодируется на сейв в шоке. Я возможно, даже приобрел премку. Баннер под плейер трансляции. Друзья, если что, хотите стрелять, Риган? Стреляйте, как Риган. На Сайбершарке. Да, 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 15-9. 30 на 12 GXX идет. 24-13 Риган. В общем-то, остальные тут не нужны. Просто 30 на 12 это уже решает вопросик. Снайпер на вертиге. Снайпер здорового человека на вертиге. Ногласен. И в ритейк на приходил защиту. Б стоял четко. Короче, многофункциональный убиватор настроение. Видимо, поспали, выспались, все нормально, позавтракали. Империал, такие проблемы. Конечно, то не в сказке сказать, не пером описать. Но пытаются с ними справляться. Винни уже изобретает велосипед обхода в спину. Ну, Винни красава, вот, ну, блин. И это один чувак из Фурии. Представляете, если бы еще четыре чувака каких-нибудь бывших там списали, сейчас бы еще. И всех в Империал, что ли? И все? Да, да, да. Ну, просто молодое новое поколение, да, было поколение Фурии, но они круто играли. Потом поколение Фурии пришло в Бразилии, ну, как топ-1 команды Бразилии, скажем так. А этот чувак, я к тому веду, что он, ну, как бы, оказался не нужен Фурии. И он все равно так круто играет в Империал. Свою позицию в защите. Да, сложно с этим не согласиться. Фурию мы увидим в следующем этапе, уверен, многие этого ждут. Последнее время на последних турнирах форму они показали сумасшедшую. Действительно, немного так, видоизменили свой стиль, куда более вдумчивыми стали их агрессивные маневры. тем не менее, а почерк карта все еще очень и очень силен. Пять раундов подряд нужно команде Империал. Но последний был взят скорее стараниями Винни. Пошел, его не законтролили, ну, ладно, вот тебе плюс раунд. Но в целом картиной тут пока и не пахнет. Напоминаем, что здесь команды со статистикой одна победа, одно поражение. Следовательно, Bad News Eagles в двух быстрых окажутся от прохода в следующий этап, если, конечно, не отдадут этот камбэк бразильцам. Но это надо постараться. Это надо постараться, не знаю. Хотя пять раундов не такова и уж велика эта дистанция на самом-то деле в современных реалиях. То есть не сказать, что там по 16 тысяч у всех игроков B&E. Сейчас там Винни еще раунд, один денег нет. Вопрос, как для себя видят просто. Ну, какой победный раунд B&E? Потому что с рукавом сложно. На B классно, но B надо готовить перед этим, а значит нужно использовать middle. Потому что легкие фейки на рампе не получаются, на это Imperial не ведутся. А, видишь, и Imperial думают точно так же. Два на два рубка, интересная позиционка у Imperial. Fallen настригает первого. Ну, первый входящий заметил двоих, и тут уже, конечно, Хуан Флатро дважды подумал, а выходить ли на размен. Опять стреляться против двоих. Решил, что не по зубам, надо оттягиваться. Middle не подготовили, будут выходить на большинство еще и без отвлечения внимания на базу B. И тиммейт еще только один потягивает. То есть троем выходят, раскидывают, один где-то поодаль. Один уже красный. По-прежнему за пилоны Финнекса не забрали. В перекрестке ему работает Bolt, только ХАЕшка забирает сейчас Бразильца. И прикольный размен. Прикольный размен. То есть Риган пожертвовал собой, будучи красным. Он сделал стрейф, понимая, что сейчас его тиммейт выйдет и разменяется. Гранат, правда, не осталось. Смоки отброшены довольно давно. Соответственно, можно немного подождать. Ну, вот для того же Джикс Икса. А Хуан Флаттера побежал фейковать А. Он целенаправленно на топол. Смещает фокус, внимание. Из Б базы действительно уходят все игроки Империал Джекпот! Легчайше, легчайше, ты просто потопал и на это Империал повелись. Как так? Что за бомба стоит? Вы что, нас обманули? Вы что, потопали на и это была неправда? Как так, броу? Ладно, выбить все еще здесь можно. Все еще в состоянии. Благодаря этому кило от Сидри и наличию смока. Все может получиться. Начинает настригать по полону. Джикс Икс и Хуан Флаттера синхронно дают свои фраги. Винни, отчаянное сопротивление. На него открывается Хуан Флаттера. Винни тащит этот раунд. 15-11. А все вроде было хорошо. Теперь ты уже не до смеха. Bad News Eagles. А ты посмотри, они наушники уже снимали. Да, да. Какой дикий раунд. И, блин, и Винни, наверное, сейчас так обидно. Ну, из-за того, что тиммейт уже наушники снимали. Им уже надоело, что ли? Что это? Или это как дань? Знаешь, есть у покеристов, есть такое поверье, что если, ну, скажем, у тебя мало шансов, скажем, ты пошел улын, твой соперник пошел улын, да, кладется там третья карта, у тебя уже мало шансов, ты как бы встаешь из-за стола, ты как бы уже миришься, да, и карма дает, ну, карма судьба, неважно, удача дает тебе второй шанс. И тут, бэм, знаешь, падает там один из трех аутов. Да, смотрю покеры поныне, то есть, да, знаю о чем ты, на флопе уже все уходят. Так, ну, смотрим, что здесь. Винни пока тащит, пока два раунда, которые вот взялись, один на рукаве, один на базе, это Винни, молодец, потому что все выглядело действительно как уже поражение. Жесткая рубка у нас на рампе, пока что чисто в виде артиллерийской подготовки, гранаты раскидываются в обе стороны, ключевых смоков от атаки по-прежнему не прилетело. Ага, бомбу акцентирует нам внимание перед мостом. Оставили заблаговременно. Винни по-прежнему жив. Тут, кстати, Фоллин подключается на руках с авиком. Это может быть очень интересным моментом. Готов ли к этому Синнери? Потому что до этого АВП мы здесь не видели. Не готов. Ладно. Синнапси красный. 15-12. И все более и более интересное очертание приобретает этот матч. План Флаттера. Его находят в сайте. Флешки не работают. Все. Выход не работает. Забирают Синнапси красного последнего GXX. Что делать в этой ситуации? Куда деваться с подводной лодки? 15-12. И я все еще вспоминаю, если бы не был раунд обидный, который, ну вот, из-за которого Винни себя немного охотил. Хотя он, наверное, реабилитировался, да? Да, конечно, конечно. Взял два в ответ. Ладно, вопросов в ноль. Я думаю, что... Он сейчас как барон Мюнхгаузен. Сам себя и свою команду тащит за волосы из болота. Спасение утопающих делал рук самих утопающих. Знаешь, по поводу наушников. Самое плохое не то, что игроки тиммейты Винни уже снимали наушники. Может, нам не показывали, но, возможно, уже игроки Bad News Eagles снимали наушники. И, типа, ты уже в душе победил. И такой, блин, еще работать, еще стараться, еще потеть, еще думать. А как бы организм такой уже рубильник переключил. Все. Отдых, победа. Тут сейчас главное переключиться. И пауза, причем не была взята. И следующий раунд после того обидного клача, оставляющего Империала в игре, проигрывается уже 15-12. Ну, вот я говорил, когда 15-10 было, что дистанция не столь велика. Но раунды самые интересные. А пока пистолеты плюс авик плюс маг-10. У атаки попытка забомбардировать просто флешками и врываться на ноге волоса назад удается сбрить фера. Но фер здесь не основная ключевая фигура, скажем так, откровенно на точке А была. Но это и не А. Ну, а то пол синапси. Его, конечно, слышал ФНХ. Выход из двух тычек синапси урабатывает его. А как так получилось? Никто в мид не смотрел, ФНХ должен был отдавать позиции в... Вот так просто. Болтс, потому что уже был третьим заранее, на А был фоллен. Так просто вы отдадите эту катку Империал. Видимо, да. Видимо, вариантов нет. Гелараскл 2-16-12. Хо-хо-хо! Вторая победа для Касоваров. Это Bad New Seagulls. В данном случае Орлы им приносят хорошие, добрые вести, потому что они в одном Best of 3, имея право еще на поражение от прохода в следующий этап. Субтитры создавал DimaTorzok 2-16-12. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok 2-16-12. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok